Вместо каменных джунглей разбить городской парк. Красноярская активистка предлагает на территории комбайнового завода, который отдали под очередной жилой комплекс, устроить сквер. Девушка опубликовала петицию у себя в социальной сети. Идею уже поддержали сотни горожан. Как к этой инициативе относится владелец земли, и что по этому поводу думают в администрации города, знает Юлия Чупрова. Я собрала больше 150 подписей, у меня не все сейчас с собой. За один день неплохой результат, считает активистка Анна Стрига. Это только подписи, которые Красноярка собрала на улице. Поддерживают девушку и в интернете. Там горожане подписывают петицию против застройки территории бывшего комбайнового завода. Требуем парк, требуем зеленую зону, потому что центральный парк, он устарел, там половина не работает, а необходимости в жилье у нас нет. Недавно здесь две высотки на Пушкина возвели, они стоят полупустые. Людям не нужны высотки, не нужны дома, им нужен парк, зелень. Тем более тема экологии, она очень остро стоит в Красноярске. Анна не планирует останавливаться на достигнутом, хочет привлечь тысячи человек. Сама девушка живет в центре города. Говорит, боится выходить на улицу, гулять с ребенком. Летом пыль столбом, зимой смог. Еще один аргумент против жилого комплекса. На территории, который отдали под застройку, находятся исторические здания, о судьбе которых беспокоятся красноярцы. Да и само место многие годы было символом промышленной мощности города. Комбайновый завод построили во время Великой Отечественной войны. Сначала на нем выпускали минометы и снаряды для фронта, а потом на поток поставили комбайны. За свою 70-летнюю историю завод выпустил почти миллион машин. Красноярские комбайны отправляли даже за границу. На некоторых из них до сих пор убирают урожай. Но в 21 веке завод стал никому не нужен. И в 2013 году из-за долгов его закрыли. В один день работу потеряли почти тысячи человек. А лакомый кусок в самом центре города, площадью 70 гектаров, выставили на торги. Купила землю строительная компания «Сибиряк». Сумма сделки исчисляется миллиардами. И отдавать ее под бесплатный парк застройщик не планирует. По планам «Сибиряка» на месте бывшего завода появится современный жилой и офисный центр со школами, детскими садами и скверами. Помешать строителям может глава города. К нему активистка и направила коллективное обращение. Если Сергей Еремин откликнется и предложит депутатам внести поправки в генеральный план города, зону жилой застройки могут поменять на зону рекреации. Если такие поправки, о которых я говорил, вдруг появятся, это будет означать, что построить там дома он не сможет. Так как там будет рекреационная зона обозначена. Но заставить его при этом город разбить там парк вместо постройки жилых домов тоже не сможет. Возводить новые дома на территории еще не начали, пока строители только расчищают площадку. Городской администрации пообещали в ближайшие два месяца провести публичные слушания. Их результаты и определят конечную судьбу территории бывшего комбайнного завода. Юлия Чупрова, Валерий Чащин, 7 канал.